Губернатор Югры сегодня в прямом эфире обсудит с жителями округа дорожное хозяйство. Встреча пройдет онлайн. Участники трансляции поговорят об эффективности программ по строительству и ремонту дорог. Обсудят вопросы по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению безопасности. Модераторами выступят автоблогеры, участники мероприятий по автозвуку и автомобильных шоу, а также руководитель детского движения, юные инспекторы движения. Присоединиться к эфиру могут все желающие. Трансляция состоится в 11.00 на официальных страницах губернатора в Инстаграме, ВКонтакте и Одноклассниках, а также в группе региона Югра. В некоторых поселениях Нижневартовского района уже подводят итоги переписи населения. Учитывая непростую транспортную схему территории, собирать статистику стали раньше, чем в целом по стране. Например, в Зайцевой речке переписчики ходили по домам односельчан с 5 августа по 1 сентября. В селе Большетархово опрос жителей проходил с 4 по 26 сентября. Напомню, большой отчет жителей России продлится с 15 октября по 14 ноября. Ранее сбор статистики проходил в 2010 году, когда к югорчанам приходили переписчики со специальными бланками. Главным нововведением этого года станет цифровизация процедуры. Так жители региона смогут пройти ее онлайн. Для этого нужно ответить на вопросы анкеты через портал госуслуг и получить QR-код. Его нужно будет показать переписчику. Запланировано было переписано 790 человек. Охватили все три населенных пункта, которые на территории сельского поселения находятся. В Былино-Вампугол выезжали, а также в Зайцевой речке отработали полностью всех наших жителей. В Былино переписали 64, в Ампугол 56 и 670 в Зайцевой речке. Никто не отказывался. Все нас встречали нормально, все понимающие, что нужна эта перепись. Никто вопросов лишних не задавал, с удовольствием отвечали на вопросы. Вопросы были такие несложные. Место рождения, дата рождения и с какого времени проживает Большитархово. Ну и естественно, какое образование, сколько детей. Прошли 78 домов. Из них мы переписали 458 человек. В Белаярском конном клубе «Северный ветер» вновь пополнение. Из Санкт-Петербурга в Югру переехали верблюд Гоша, лама по кличке Абрикос и олень Рудольф. Все они с рождения воспитывались в северной столице. Дорога в Белаярске на машине заняла практически пять дней. Специалисты отмечают, такое путешествие животные перенесли хорошо. На месте для ламы уже подготовили стоило. Олень и верблюд будут жить на улице. Хоть последние любители южного климата адаптируются в Югре быстро, уверяют сотрудники. Животные уже прошли все необходимые ветеринарные манипуляции. Теперь их ждет месячный карантин. После они смогут познакомиться с Белаярской детворой. Преимущество этих зверей в том, что они уже объезжены. Было видно, что им понравилось. Да, потому что они немножко приехали в шоке. Но когда мы их уже завели в Большую Леваду, там они стали лень стал бегать, резвиться. То есть понимают, что они приехали домой в любящие руки. Просто так таких животных не продают. Очень долго шли переговоры, очень долго решались нам их отдать, потому что хозяину жалко отдавать таких животных. Но нам доверили. Теперь мы должны оправдать их доверие. В Сургуте запустят автобус к грамотности. Акция стартует сегодня и продлится до 1 ноября включительно. Так, каждый понеделек на маршрутах железнодорожный вокзал Комсомольский проспект сургутян будут встречать сотрудники Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Они напомнят пассажирам правила, расскажут, что такое паронимы и помогут определить уровень грамотности. Кроме того, сургутяне смогут продекламировать стихи о русском языке. Узнать автобус можно по специальным обозначениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова